Начало Я дослушаю Очень бодрительно Мы Начинаем смотреть нажим На решающей карте Ребята Здесь и сейчас ЕССР Могут взлететь в глазах Всей Европы Всего СНГ Обыграв ТБА на двух картах И все кто здесь сидят Я уверен Большинство из вас Этого ждут И в это верят И это очень помогает Команде Которой сейчас тяжело Играть против невероятно сильного шведа Еще раз всем доброго времени суток Ребята Счет по картам 1-1 Ведут По инициативе ведут ТБА Потому что взяли прошлую Карта Денюк Последняя Выиграли обе карты команды Со счетами 16-9 Нет Не уберу халву Она будет до конца Не рассадник более Не надо в это верить Нет 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 ЮСССР Ножи Не выиграли Они в итоге начинают за атаку Ох Титул чемпионов России Будет Можно сейчас 100% называть ЮСССР чемпионами Насколько они уверенно играют Против такого Серьезного соперника И прежде всего Главный Главная проблема СССР Это они сами Анализ игры Правильные действия в обороне И все будет отлично Все будет отлично Разминка Пистолетки пока нету Ждем мы начало Состав Состав ЮСССР Флейм Латра Кипетрил Маус ТТ Кибакин Ребятам И 20 лет нету еще Молодой Российский КС Будущее Надежда Наша И пусть многих Этих игроков Считают неадекватными И без будущего Но Сейчас Они доказывают Обратное Рэди обе команды 10 секунд И начало матча Важнейшего Для нас Для всех СНГшников За НАВИ мы особо И не беспокоились Конечно ТБА Потрепали НАВИ нервы Но мы были уверены Что Будет Победа Тут же Фаворитами Выходит ТБА Желают удачи Друг другу Команда Гэлла Раша Гэлла Свиден Давай Давай Пишет Роук Понимают ТБА Что здесь Вырастает Новая звезда ЮССР Киба Это 22 года А Ну Киба постарше Да Хорошо Я просто не знал Не помню Ну в общем Все равно Все маленькие Поставлена бомба Нашими Уже внизу Уже на Поста Дали сделать ЮССР Просто А никто Не держал У ТБА Сейчас идет Отбивание Все шансы Есть брать раунд В боксе Работает Кипитрил Пока что Живой Флейм убирает Спитфайра 4 в 5 Остались 3 в 5 Играют Контры Флейм попадает В голову Одному И Латра Набивает Двоих В боксе 1-0 ЮССР Впереди С постановкой Плэнта Много денег Сейчас будет У противников Скорее всего Покупная броня И пистолеты На нюке Это очень хорошо Работает Да Да Вот они Пошли 5-7 И П-250 Страх Страх Для Равосиян Две трешки Два калаша Один Галил А Дея Они и так Уже На ЕМСе Благодаря Дримхаку Идут ЮССР На улицу Используя Преимущество Дальней дистанции Своих Калашей Шведы Тактически Отдали Аплэнд И не смогли Его выбить Слишком сумоуверенны В своем Тимплее ТВА И нужно На этом играть Латра убивает Схитона Пытаются Поймать Наших Два минуса Уже сделали Вся команда Здесь скопилась У ТВА Попадают По голове Кибакину Ему нужно Прятаться И не потерять Деньги За Галил И броню Пита падает Последний Эксем Он Метро Метро его ожидает Флейм Есть минус Нельзя отдавать Калаш Идут стреляться Кипетрил Кипетрил 40 хп Калаш Сейчас достанет же Эксем Эксем живет Почему не стали Убивать массово Его Почему один Кипетрил Этим занимался Выбит Адвагана Но Калаши остались И Галил Нельзя Вот такая ошибка Будет в другом раунде И перевернут шведы Всей командой Надо было идти добивать Понимали что у противника Броники 2-0 У противника Фулл эко Но все только начинается Все только начинается Основная заварушка У нас Пройдет На закупочном раунде В спину бежит Пита Его ожидал Маус ТТ Браво Браво УССР Великолепно играют Против отдачи 3-0 Берут Наши Вторую Второй Эко-раунд Противника Закуп Закуп Четыре калаша С тридцатью патронами Один С глушителем Это не так страшно Значит можно выходить На И быстро По звуку Найдешь противника Другое дело Что зажимать Будут круто Что подготовили СССР На важнейшем Раунде Нюка Для атаки Роук идет На рампу Ему помогает Еще один человек Спитфайр Тем временем За Аркадий Улицу Поэтому Смаку Можно понять Что спитфайр Здесь Его ранили Очень сильно И подрывают С двух Хешек Беликолепное Начало Скитона Прогоняют С балкона 48 хп Сам он урона Не нанес Противнику 4 в 5 У шведов Проблемы Отстреливают Питу Что пить-то Только на инферно Можешь по 4 Отстреливать Ааа 5 в 3 СССР впереди Роук Старается Аркадить радио Наши ребята Проходят под девятку Пики Патрио Спалил на респе врага Оставил 20 хп Скитону Роук Уже в нуле 4 в 3 4 в 3 Роук Заполз Заполз на 0 Здесь же есть Маус ТТ Который ждет Выхода Именно с радио И Эксем Работающий На спауне Да Это историческое Событие Гибрид Нойз Надо быстро Отстреливать Роука Попадает он еще В голову Кибайкина Какая глупая Аркада Смогла делать Размен Важнейший Для команды To be announced Выходят наши На нижний Плент Внизу Есть Эксем В кишках Дропается В длинную Наш Эксем Не успел Убить Противника Ставится Бомба Прожимы Снизу И латра Ныкается В короткую Нет Просто Просто Фейканул Где сидит Флейм Флейм Важнее Сейчас Потому что Латра Тяжело Будет С плента Что-то Сделать Он Оттуда Уйти Не Может Флейм Вовремя Поворачивается Но Но Не убивает Но Не убивает Раннего Скиптена Эксем Забирает Быстро Латра 2 в 2 Потеряли Раунд Чертов Роук За Аркадий Ширадио 3-1 Первый Раунд За 2 3-1 Впереди ЮСССР Удаляется У нас Камера Продлет Слышал Да Хочу написать Новость Микролог У наших Есть Закуп В очередной Раз Идут Они На улицу Раунд Был Хороший Но Не смогли Разыграть 2 в 2 Ладно Ребята Болеем Дальше Болеем Дальше Верим Наших Проход На улицу Поставлен Хорошо У команд ЮССР Мы видим Что ТБА Не справляются С этим Выходом Так Должны В следующий раз Почекать Более грамотно Выход с метро Выходят По одному В нижний Почему вдвоем Не вышли На отстрел Снова Глупые ошибки Мы видим От нашей команды Заходит Флейм В ангар 4 в 5 4 в 5 Наши ребята Захалдились На улице Раскидка Полетела Кипетриэл Проходит На Стекла Флейм Палит Девятку Наши ребята Проползают Постепенно Под 9 Маус ТТ Старается Стреляться С Роуком Не забирает 12 кп У самого Осталось 2 человека Рампу Держат Маус ТТ Об этом Не знает Видит Выползающего В Рупиту И не попадает Ему в голову 3 в 5 3 в 5 Под 9 Подсадка Прошла Девятку Сейчас полезет Латра Первый Пошел Снизу Его палец Китон Есть Третий фраг Уже Для команды ТБА На спавне Попадает Эксем Последних врагов 3-2 Счет Впереди ТБА И сейчас Будет Эка От команды УССР Первый Блинком Два раунда Отдали Глупо Должны Собраться УССР И больше Таких вещей Не допускать Килла Ливнул С нашего Проекта Точнее Я его Заставил Ливнуть СССР Пятером Пошли на улицу Снова Роук Аркадит Радио Ну в этот раз Прочекаете Ребята Да Он себе Обновляет Смоук Сидит В Аркаде Пита Ждет Внизу Кибакина С Флеймом Оба выходят Снова по одному Выползал Флейм Успевает Кибакин Есть размен Хм Упал Знают О позиции Скитона Ох Скитон Как четко Он встречает Оставшихся игроков УССР 3-3 Закуп Закуп У СССР Вот теперь уж точно Отдача 3-3 Да СССР Взяли первую карту Д2 Это третья Решающая Реша Реша Трампу Прилетает Хешка На Кибакина Пистолетами Выдавливают Ох Как хорошо В линию Стали Сейчас XM Спитой 3-2 Наши Остаются Подбирают Ганы 2 кольта Можно Третий Брать Латра Выбитый Под девяткой С тремя кольтами Будет Гораздо Лучше Все Есть оружие Брать Раунд Можно Маус ТТ Сейчас Чудо Просто Сотворил Для СССР И конечно Виноваты Шведы В такой Ситуации Не палят Ох Какая Глупая Ситуация Посмотрели Один раз Девятку И подумали Что там Уже Никого Нет Ладно Пошли Дальше Латра Подходит К боксу Знают То Знают УССР Что оба Наверху Что оба Наверху Спитфайр Убил Латра Флейм Последний Флейм У нас Работает Внизу Он остался Один Видел В кишке Дроп Спитфайра Догадывается Что тот Ушел Длинную Пойдет Его Сначала Отстреливать Открывает Дверь За дверью Прячется Спитфайр 4-3 ТБА Переворачивает Ситуацию Стрих 2 Ну Позиционно Конечно ТБА Сильнее Мы это Видим Ловят Они На Глупых Моментах СССР 4-3 Очередной Закуп У СССР Они Постоянно Убивают ТБА Видите Что деньги Не копятся У противника 6 смертей 5 3 4 А у наших Даже меньше У некоторых Смертей Полетела Раскидка От Роука Снова Проходят Улицу Наши Зажимает Скиттон Попадает В голову Кибе Этим Зажимом Очень Обидный Везучий Момент Для ТБА Роук По прежнему На рампе Сюда К нему Выходить Маус Пока что Не торопится Терпеть Терпеть Надо ЕССР Медленно Продавливать Свои Позиции Часто Перестреливают Противника В равной Ситуации ЕССР Главное Главное Все прочекать Очень много Вещей Происходит Из-за того Что ЕССР Плохо Чекают Точки Руки Снова В агрессии Маус ТТ Его Не палит Флаттер Делает Размен Отлично 4 в 4 Питер Ранен Выход Рампы Состоялся Кипетриэл Работает На улице Он Заходит В прист Тут же Его ждал Спитфайр В очередной Раз Ну не готов был Просто Кип Что в кресте Будет враг Латра Убирает Питу Спитфайр Пытается Подорвать Плентищего Смоки Не лежат Длинную Уже Есть Противник Поставлена Бомба Пытается Латра Что-то еще Сделать Своей позиции Своей позиции 3 хп У него Осталось Живет Живет Латра Кипа Пытается Прибежать С нуля Специально Бежит Через бокс Чтобы Не услышали Как он Открывает Скрип Флейм Убил Спитфайра Очень Раненые Наши Пацаны Но Есть Преимущество В позиции Потому что Куда Стреляешь Кипу Чуть Не убил Флейм Скитон Садится Диффузить Кипа Флейм Не дотерпел Когда Кибакин Спустился С кишки Отдался На железе Бомба Не диффузилась 5-3 5-2 Впереди Снова Есть Закуп Поехали Дальше Ребята 8 Раундов Прошло 11 Фрагов У Коли Коли Больше Всех Сейчас Старается За атаку Лан Финал Ив Котовица С 13 Марта ИССР Пошли Играть Очередной Закупочный Раунд Без АВП Да Чуть Чуть Не хватает Команде Прострелы От руки Через Смог Маус ТТ В очередной Раз Один Хозяин Король Нуля Правда Плоховато У него Получается Эту точку Отрабатывать ТБА Пошли Помогать Роки Прошли Наши Вниз Встречает Их Здесь Скиттон В кишке Бомба Возвращается На ноль Наши Я надеюсь Что пойдут Кишки Флейм Порвал Спитфайра Полетела Хе Уже В Колю Коля Выживает Попадает Скиттон В Киву Три в одного Три в одного Огромное преимущество Чтобы брать Четвертый раунд Но Скиттон Уже убивает Двоих подряд Кипетриел Нельзя лезть Сейчас Железо Стреляться Берет он Маленькую щель Все правильно Делает Латра в пленте Он даже Убежал В короткую Отлично Главное Дотерпеть Главное Дотерпеть Экипетриел В итоге На своей щели Ловит Скиттона 5-4 5-4 Атака Отличная У СССР Мэкс Фомаза Раша Во какие Ники пришли А что За что Его банят Ребята Вы что Такого человека С таким Ником А Замат Ну понятно Замат 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 У СССР Коля Сколько раз Уже Стальными нервами Своими Ходит Ставить Плент Флейм Перестреливает Скиттона На улице Воюет Также со Спитфайром Минус Драйма Егор Убивает Троих В итоге У нас На улице Переворачивает Ситуацию До 5-2 Эксэм Вместе Сроки Остаются Вдвоем Раунд Наш Наш Ребята Убирает Рокки Одного Ох Начали Боже Что делают Эти шведы Эксэма Не смогли Убить Вбок Маус ТТ Сел на Карты Как Школьница Первый раз Зашедшая В КС Маус ТТ Решил Сыграть 2-2 И все Преимущество Потеряно Просрано Я бы даже Сказал Слава богу Есть Коля Минус С Эксэм И последние Рокки Последние Рокки Зайдет С пристройки Ну Надо Прятаться Это В СССР Научно Уже Делать Инферно Рокки Заходят На плен Да нет Европейцы Знают Флейма Европейцы Знают Флейма Все В порядке Остаются У нас Живых Латр И Кебаген Ну что Сейчас Отличный Буст Для СССР Забрали Пятое Очко Благодаря Егору Великолепно Ох Неужели Есть Шанс Ребята Верим Верим Что Есть Шанс У СССР Пробиться Дальше И Пройти На ЕМС 5-5 5-5 Сравняли Игру Наши Ребята И У Противника Отдача Вот Чего Мы Так Ждали Итак Продолжается Игра Улицу Наши Снова Проходят Ну видно Видно Что На улице Получается Все Отлично У СССР Проблема Именно На нуле И рампе Маус ТТ Ну победит И хоть раз Победит И хоть раз Рампе Этого Рокки Выходит Сюда Маус ТТ Ну давай Артем Пришел Кебакин Первый Вот Кебакин Показал Как надо Рокки Был единственный С ганом Сейчас Должен Без проблем Браться Раунд Это Третья Карта И Счет По Картам 1-1 Без Размена Без Размена Так Этих Шведов Свенска Не пройдет Минус От Флейма И это 6-5 У противника Сейчас будет Закуп Но не самый лучший Если честно Не самый лучший Интервью Интервью СССР Это огромная победа Это Невероятный Скачок Для Всего СНГ Комьюнити Потому что В России Очень много Команд Которые Могут СССР Бороться На равных Прострел Откипетрилов Великолепно Пользуются У нас Возможности Менюка ИССР Упал XM 7-6 Ой Что я говорю Еще надо Выиграть Раунд 5-4 Выход На ландфиналы Для ИССР Это Невероятная Победа Которой Не было Еще Ни разу В СНГ В CSGO Ни разу По дворам Не проходили Ни на один Турнир Флейм Забирает руки 5-4 В 3 Остались ИССР Ну Нави Не считается Естественно Нави Не считается Я говорю Про Молодых СНГшников Про Тех Кто Претенденты Сейчас Забирает Питок ИПетрила 2-3 Остались ИССР Поставили Бомбу Внизу Латра Главное Живое Вообще Главные Две Звезды Команды ИССР Живые Пита Забирает Латра Остается Только Флейм И в Смог Его Додавливает Пита 6-5 6-5 6-6 Точнее Впереди ТБА Они взяли Раунд 4-5 Пита Сделал В очередной Раз Важнейшие Фраги Осталось Три Раунда До Конца Первой Половины У СССР Все Зависит От Кипетрила Как это Неудивительно Все Зависит От Кипетрила Который Будет Играть Улицу Снова 5 Кольтов На сей раз Уже Накоплены Деньги На Следующий Раунд У Противника СССР Снова Проходит Улицу Агрессивно Очень Рампу Играет Маус ТТ Ну Не всегда У Артема Получается Инициатива В руках ТБА От Келм Я имел Ввиду Что они Взяли Раунд Сейчас Отдачи Конечно У противника Нету Но Чувствуют Уверенность В себе ТБА Благодаря Взятому Раунду Минусует Кебакин Спитфайра На сей раз Безразмена Вот Видно Что прогрессирует УССР По ходу матча Уже нету Этих выходов Один в один С вторым Перетянувшимся Где-то на три корпуса Скиттон Готов Стреляться С боксом Маус ТТ Вместе С Латтером Палят близко Пойдет Сейчас флешка От Маус ТТ Скиттона Ослепила Причем Ослепила В месище И вторая флешка Также в лицо Прилетела Но Эти флешки ЕССР Воспользоваться Ими не смогли Они слишком поздно Вышли Маус ТТ Все-таки Зажал Одного из врагов Флейм добил Эксема И флейм остается Два в одного Со своим тиммейтом Рок последний Бомба не стоит Бомба лежит в боксе Дымится Бокс И забирает ее Маус ТТ Спокойно Да-да-да Забегай Забегай Маус Убегает на плент Зашел уже руки На плент Он со скрипа Выползает Флейм Флейм среагирует Или нет Есть Один в один Браво Браво Егор 7-6 ЕССР Впереди На карте Данюк ХП спрашивают Ну понятно Тридцатка была Вот Независ Тридцатка будут Нына Они не Усыр из топ-1. For now. XM забирает одного с пистолета. Отдачу вынуждают сделать команду ТБА и СССР. Капитрио забрал спидфайра. Должны раунд этот добивать СССР. Так. Флейма. Смотрим. Он сейчас должен найти Скитона. Ползет, ползет за красный. Слышал Скитон его на улице. Есть размен. XM делает фраг с бокса. Тут же есть минус от Латра. 3 в 2. Тяжело. Тяжело. Дается эта отдача нашим парням. На Олимпиаде тоже корейцы решал. Ну, корейцы эти различаются. Латра великолепно владеет русским языком. Он родился в Москве. Насколько я знаю, просто он по крови. По крови кореец. По духу-то он русский. Латра остался один. Ну что ж, Коля, твой звездный час. Флешка полетела от руки. Латра. Колян. Видит одного. И зашел. Да, Коля, да. 8-6. Вот так вот играет Латра. Вот так вот играет самый молодой из сорсеров. Последний раунд первой половины. Фраги. 14-хм. 10-х скиттон. Роук 11-х 7-х пита. Спидфайер 5-х 17-х у Латра. 17-х флейм. Кипитрил 7-х. 7 маус-тт и всего 5-х у Кибакина. Два человека тащат. Латра и флейм. Поняли, Коля с Егором, что надо только на себя рассчитывать. И работают. Работают и работают. Как только загорятся остальные игроки, все, конец ТБА. Латра и Егор. Латра и Егор. Вот люди. Вот наше будущее. Видно, что Латра собрался. Этот человек очень морально нестабильный. Он иногда сдается, опускает руки, но сейчас видно, что напрягся. И чувствует свою мощь. Может убивать этих ТБА-хваленых, которых сейчас чуть ли не вся Европа им лежит в задницу. Что они пройдут эту квалификацию. Давайте, ЮССР. Последний раунд первой половины. Вышибите всю дурь из этих шведов. И отправьте их обратно к себе в Швецию. Никакой Польши им. 5-3. Маус-ТТ забирает Эксема. Скитон 1-а обороняет. Живых только Рок да Пита. Без размена ЮСССР у нас берут последний раунд. Пита последний. Пита вылезает с дальней кишки. И убирает ставящего Латра. Но ничего. Коля дал инфу. 9-6. 9-6. ЮССР впереди. 9-6. Ребята, каундаун пошел. Наши впереди. Не могу я уже орать. Поздно, ребята. Я буду, буду нагонять, нагнетать эту ситуацию. ЮСССР еще чуть-чуть додавить. За КТ взять пистолетку. Кровь из носу. За матушку. За родину, ребята. Пита пытается пройти улицу. Лишь бы не расслабили булки. Правильно, пишет рефлекс. Рок готовится выйти в бокс. Хотят выйти на фастом у нас игроки команды ТБА. Видимо, что скопились они здесь четвером. Принимают наши вдвоем. АЛЛАТРА плюс Маус ТТ. У ЛАТРА 5-7, который отлично работает по армору. Флешка полетела в скрип. И выход со скрипа. Зажимает ЛАТРА. Коля, Коля, больше фрагов. Больше ЛАТРА надо для победы. Есть второй. ЛАТРА, Коля, Джимми. Убил двоих. Нормально. В боксе есть флейм. Падает флейм с одной пули. Выбирай. О, конец. Кипатрилл 1-2. Он пытается бороться. Бомба не стоит. Брак в кишках. Рок в планете. Походит ближе к пленту. Кипатрилл. Рока видит. Попадает ему по башке. Один в один Кип. Ну неужели Кип загорелся тоже? Три патрона у него всего. Надо перезарядиться. Да, 8-8 теперь в руках. И АИМИТ по голове. Только по голове. Иначе Кип проиграет. Подходит к боксу. Спрятаться бы. Спрятаться бы Кип. Видит голову? Ах, седьмую очку УТБА. Эксэм затащил. Да, это квалификации на ЕМС готовятся. 9-7. 9-7 у противника закуп. А наши купили арморы. Флейм и Маус ТТ. Вот за этими двумя молодыми бойцами мы будем наблюдать. У Кибакина 5-7. Бегут на рампу. Бегут на рампу шведская гвардия. Давай, ребята. Давай, ребята, отдачу бы взять. Это такой буст будет. Но преимущество еще есть. Преимущество еще есть. Наши за оборону наверняка умеют хорошо играть. Хотя мне многие говорили, что у ЕСР проблемы. Это недорогая вебка. Совершенно недорогая. Спитфайр забирает Кибакина. Ну что ж. Надо уповать нам на закупочные раунды. Убирают быстро Кибетрила. В пленте. Также отстреливают Латра. Последний Флейм. Он с броней. Пытается кого-то убить. Много раненых. Падает Скиттон. Но тут же есть отстрел от Роука. 9-8. 9-8. Еще один раунд надо отдавать. Да, с уважением, естественно, надо относиться к сопернику. ТБА очень жесткие. Но мы сейчас болеем против них. Не оскорбляем соперника, но пытаемся подбодрить наших. Побежали ЕССР. Ох, ребята. Майки Лелея, это XM. Не помню, XM Sorcerer или нет. Не спойлерить. Не спойлерить. Будем банить зэка. Хотя это очевидно, что будет 9-9. Поэтому я абсолютно адекватно реагирую. Понятно, что будет 9-9. Полетела граната утро. В левом верхнем углу подмога для ЕССР. Халва. Символ когда-то нашей трансляции. Когда-то год назад. Да, вижу Лоис. Но это не рекорд. В ЕССР стримят. Я горю желанием, чтобы выиграла команда. Да, часто на такие трансляции приходит много народу, когда я болею за наших. Не получается создать такой напор, когда играют чисто буржуи или чисто русские. А когда играет кто-то из наших против шведа или европейца другого, то тут я не могу удержаться, ребята. АВВ у Кипитрила. Ну что ж, Кип, давай мы за тобой понаблюдаем. Татрек, редлайн. Кипитрил пошел смотреть А сначала, для начала. Перевернется он на улицу, палит скрип. Встанет в итоге в девятке. Ну что ж, мы его пока что отпустим. Улицу проходят тем временем руки. Пытаются ТБА простреливать наших ребят на А. Поверху флейму прилетело на рампе. Ну и похоже, что через ноль каким-то образом собираются играть ТБА. Потому что улицу они совершенно не проходят. Либо просто халдят. И это делают очень медленно. Не тратят время. АВП Кипитрила по-прежнему сидит в девятке. Очень пытаются выдавить сильно Кипитрила, но промахиваются. И он в дым забирается Питфайра. Браво, браво, 5-4. На планете А сидит Маус ТТ. Выход А. Маус ТТ первый фраг. Второй. Не пошло, не пошло. На планете еще живой Коля. Давай, Коля Латра. Два фрага от тебя ждем. Есть минус сроки и два раненых остались. Пита и Эксем. Пита и Эксем. Ну не по шансам. Ребята, сдавайтесь. Ослепило нашего Экебакина. И два великолепных минуса от Кипитрила. Сделал свою работу Кипитрила. Загорелся. Минус 3 сделал. Три точных фрага. 10-9 СССР впереди. СССР вперед. Правильно, вперед. Я призываю всех СНГшников ребята сейчас болеть. Может кому-то не нравится название ЮСССР. Бог с ним. Эта молодежь может и под другим тегом играть. Просто поверьте в наших ребят. Они также будут болеть и за белорусскую, и за латышскую, и за эстонскую, и за украинскую команду, и за казахскую. Поддержите, поддержите ЮСССР. Передастся ментально им эта поддержка. Обязательно. Они посмотрят потом ввод. И будут знать, что вы были за них. Что вы болели за них до конца. Что вы верили в эту растающую звезду нашего СНГ-КСа. Есть пять калашей у команды ТБА. Они поставили бомбу, поэтому у них есть закуп. По тысяче осталось. Будут еще раз закупаться. Виртузпроях вместо поляков. Да, я тоже за это. Достойный ребята. Ну что же, захолдились у нас в раунде шведы. Снова они терпят в нуле. Играют практически так же, как и на трене против команды Na'Vi. За атаку постоянно терпели до 40 секунд. Что мы и сейчас наблюдаем. Заставляют противника делать ошибки. Двигаться как-то оборону. Флейм работает на рампе. Убирает быстро с Киттона. А имя дальше. Ну Егор, сейчас в ударе. Два минуса от Флейма. Эксем его разменял. Сейчас главное не погибнуть еще одному человеку. Кипетрилл пошел стреляться на рампу. Есть у него сейчас шанс кого-то убить. Латер ловит в аркаде с бокса. Майки Леле. Кипетрилл, зачем в упор стоять под рампой? Вот промах сразу же. Хорошо его не стали давить. Хорошо не стали давить. 10 секунд до конца. И я надеюсь, что Кибакин не даст поставить бомбу. Пита дропается. В темном сидит наш Кибакин. 2 секунды. И ребята засейвили два калаша. 11-9. 11-9. И СССР впереди. Многие не верят своим глазам сейчас. Вы знаете, какой коэффициент был? 1 на 3. На СССР. На этот матч. Потому что экзем его настоящий ник, а подписывается он на Ки Леле. ВП Кипетрилла в очередной раз работает под девяткой. Точнее, на девятке проходят в метро враги. Внизу пока что никого нету. У команды в СССР спустился. Вот, вроде бы Кибакин. Да, он сидит у нас на пленте. У противника полузаку. Пистолеты. Смог ложиться на плент. Не спалили пока что Кибу. И не прочекали. Флешка прилетела. Две спины выбегает. А что это за звоночек был? Мне понравился звоночек на минус. 4 в 3 остались. Тут ТБА. Ох, разваливаются наши. А, нет, это Маус-ТТ сделал прав. Я ошибся, ребята. Извиняюсь. В сердцах. 2 в 2. Бомбу не дали поставить. Бегает Маус-ТТ по кишкам. Отстреливает Макелеле. Латра. Коля. Убивай Спитфайра. На Маус-ТТ весь раунд. 5 хп у него. 40 секунд. Не, это не матч за квоту. Еще дальше нужно будет бороться. Маус-ТТ вылезает наверх. Он знает, что бомба дропнута. Спитфайр уже минус 4 сделал в раунде. Зачем Маус-ТТ идет в метро? Не ясно мне. Почему он не решился выйти с кишок? Спитфайр сейчас спокойно поставит. Откидывает ХЕ. Пошел чекать длинную. Маус-ТТ как раз таки сейчас выйдет с метро. Ставится бомба. Маус-ТТ подошел к длинной. Он успеет поймать Спитфайра. Спитфайр тоже ранен. А вот на этом углу уже и не факт, что Артем прочекает противника. Выползает потихоньку. Знает оба игрока о позициях друг друга. И Спитфайр делает Эйс. Спитфайр делает Эйс. 11-10 становится счет. Снова плохие деньги у ТБА. У наших закупа тоже нету. Ну, похоже не купят. Похоже не купят. Звоночек-то значит индейка готова. Это плей-офф лузера. Это плей-офф лузера. Savonks in Russia, ESR. Is not such historical weight. Such heavy. Don't have such heavy historical weight. Some people love ESR in Russia. Отдачу покрошили нашу. ТБА тем временем. Извините, что отвлекся. Закупаются наконец-то. Полностью ESR. 11-11 счет. Фраги вам скажу. 26 латтеров. Лейм 23-13 кипитрилл. 12 маус ТТ. Кибакинс 6. 21 у Эксэма. Рокит 17-15. Скиттон. Питт 13-12. Спитфайр. Здорово всем, кого не видел. У нас продолжается драма. Драма на нюке. 1-1 счет по картам. 11-11 счет на третий. И сегодня решается судьба возможного взлета команды ESR в глазах европейцев. Я уже уверен, что СНГшники понимают, что это за тема. Кибакина не хватает. Да, 6 фрагов всего. 6 на 15. Ему прострелом Рокки прилетает в голову. Но Латтера потерпел от этого больше. 30 хп ему оставили. Кипитрилл на улице пытается кого-то поймать. Снова промах с его АВП. Второй промах. Маус ТТ пытается прикрыть эти ошибки тиммейта. Латтера на планете ловит Рока. Попал наконец-то Кипитрилл, но его тут же забрали. Также отстреливают Латтера. Выход на осуществился. Маус ТТ ничего сделать не смог. И Кибакин Флейм. На них раунд. Они должны пытаться тащить. В присте Пита. Об этом догадывается Флейм. Забирает Питу. Один в один он с Эксемом. Эксем не поставил. Бомба убита. Подходит к пристройке Флейм. К пристройке Флейм. Эксем пошел ставить. Бомба. У Флейма нету. Нету гранаты. Вот теперь подобрал. Хе полетела в Эксема. С флешкой отбегает Майки Леле. Надо диффузить садиться. Диффузить либо фейковать, либо продиффузить до конца. Но Майки Леле поставил себя так, что он видит маленькую щель противника. А у Флейма нету диффуза еще, что обидно. Пять патронов. Вышел постреляться. Майки Леле подобрал Флейм диффуз. А враг размансовал его. Победа с ТБА. Три минуса сделал Эксем. Да, тяжело раунды даются. Вот именно когда один в один играют. 12-11 ТБА врываются вперед. У наших парней в очередной раз Эксем. 13-е очко тоже придется отдать. Савонгс. ЕССР. Восгут. В 17-е и 60-е. Аркада. В очередной раз идет у нас в ЕССР с пистолетами. Кебакин с Маус ТТ. Встречают с КЗшками. Врага на рампе и в боксе. Ну, это... Это... Гибель. Подрывается Маус ТТ. Йолу пишет Роуку. Ну, это у нас Флейм так сыграл. Юлиф. А я забыл, как расшифровываться. Как Йолу расшифровывается? Пойдем посмотрим дальше. Забыл. А, Юлилифманс. Онли второе. Да, все. Ну что ж, 13-11. У наших закуп 2 АВП. Флейм и Кипетрил. Лучше бы взяли автоматику Скар. Было бы больше толку. Спасибо, ребят, что помогли. АВП второе у Флейма. А зря, я считаю. Работают наши в основном на А. Счет 13-11. Счет 13-11. Впереди ТБА. На второй карте. На третьей карте. Самый главный раунд. Самый главный раунд. Правильно. Потому что следующий будет отдача. Это уже отдача 15-го. Попадает Кипетрил в Питу. Внизу Кибакин с гранатой в руках. Чуть отдался все-таки. Да. Успел он ранить Спитфайра. Внизу также есть Латра. Коля. Ну, Коля и Флейм. Два главных действующих лица. Команды ЕССР. Флейм отстреливает с Хитона. Бежит на него МКС. И вот тут не хватило Кольта. Флейму. Вдвоем Маус ТТ играют с Колей. Пытаются среднюю. У нас за Аркадий Спитфайр. Со своими 16-ю ХП. Должен сейчас делать размен Латра. Да, он попадает по Спитфайру. Ставится бомба на Б. Надо дождаться Маус ТТ. Падает Латра. Один в один Маус. Один в два Маус ТТ. Враги прячутся. На железе. Есть СМ. Забирает одного Маус ТТ. Нужно заходить на плент и кидать ХЕ в этого Эксэма. Опа. Чуть не отдался у нас. Маус ТТ из-за того, что дропнуться не смог. Диффуза нету. Ну, это страшнейшая ситуация. Попадет в голову или нет? Пытается аимить. 14-11. И Маус ТТ сейчас взорвется. Макелилет. Второй раунд. Наверное, уже он три или четыре раунда таких затащил. Один в один. 14-11 впереди ТБА. И у наших полузакуп. Полузакуп. Вуаля. Вуаля, ребята. Камбэчить со счета 14-11 надо. Либо на оверы, либо на победу. Можно за КТ играть лучше. Можно. Молодцы, ЮСССР. Могут. Давить дальше. Тихо-тихо-тихо, ребята. Без мата. Болеем за наших. Есть еще все шансы. Проход улицы. Проход улицы. Палят экипетрилом. На ангаре. Очень обидные раунды отдают СССР. Но игра продолжается, ребята. Забыли. Забыли пока что. Забыли пока что. Смотрим. Ждем включения в игру Латра. Первый минус. Второго прожимает. Не увидел второго уже. Убили Кибакина. Внизу. Пытается простреливать Колю. Вниз спустились. Кибакин уже какой раз погибает на этом проходе. В метро. Флейм внизу встречает спидфайра. 4 в 3. Длинный будет стрелять. Длинный будет стрелять. Флейм. Где помощь? Минус скиттон. Флейм. Спасай. Спасай команду. Минус рок. Минус 4. Минус 4 от Флейма. И это 12 очков для СССР. И думаю, что делать ТБА. Потому что мало денег. Так вам шведы. Так вам шведы от Егора нашего молодого. Деньги команды. Вот такие. Смотрите. Флейм просто царь. Он может вытащить даже в одиночку. Разложил как детей сейчас шведов. Славянскую мораль не остановит. Светская шваль. Флопермен. Флопермен. Грубо, но в тему. Наших снова плохой закуп. Пытается стрелять с Кибакин. Он в очередной раз в тяжелейшей ситуации на улице. 40 АП ему оставляют гранатами. Он следит за красным. Ему не дадут уйти оттуда. Возможно, Смок как-то поможет. Пытаются под флешку выпустить Кибу. Но в очередной раз он остается со своими семью фрагами. Бесполезно для команды. Егор, снова ты. Снова ты нам нужен. СССР парням в среднем 19-20 лет. Самый старший, по идее, Кибакин. Выходит на А. Тут работает Маус ТТ. На пленте он отстреливает уже троих. Четвертый падает от руки Петрила. И последний спидфайр. Ошибочка, господа. Выходить на А. Ошибочка. Минус 4 от Артема. После флейма выстрелил Маус ТТ. И практически сравняли уже счет. Вот отдача у команды ТБА, ребята. Отдача. Нет, Кибакин вряд ли рейджит. Он сейчас соберется, я уверен. Он может. Он сейчас прежде всего постарается контролировать команду, чтобы она играла слаженно. Маус Спортс выиграли Визорс, да? Прострелы идут от Маус ТТ. Кибакин там, флейм там отстрелил уже четверых. Последнего скитана тоже добирает. Минус 5 у флейма на отдачу. Вот такие вот дела. Так, Визорс проиграли, да? Да, Визорс проиграли Маус Спортс. Ну, что поделаешь. Бывает. 14-14 счет. Ребята, два раунда до победы. Два раунда до сенсации. Маус ТТ работает на А. Вместе с ним Латра. Ранили уже руки. Это делает у нас флейм все, всю работу. Кибатрилл ныкается в ангаре. Что делает Кибакин наш горемычный? Он сидит внизу. Он сидит внизу, на нижнем пленте. Позади только Москва. Правильно. Хламание. Должны упереться в стенку. Игроки команды ЮССР. Тихо, ребят. Давайте без мата. Полетела раскидка флейма. Итак, два раунда до конца. Два раунда до победы. У противника закуп так себе. Без особого количества гранат. Латра в ферсте. Обновляются смоки в боксе, чтобы Латра прикрывать. Скидтона убирает флейм. Еще хотят. Еще хотят свинца Егора. Игроки команды ТБА. На улице тем временем прошел Спитфайр. Попал по голове Кипитриал Питя. Спитфайр тоже сейчас ранен. 50 кп. 4 в 3 остались команды. Ну что ж, флейм. Рампа выход. Рампа выход. Флейм погибает без размена, потому что его ослепило без шансов. Кибакин, давай. Ты держишь низ. Ты один там сейчас. Ты не должен обосраться, как в прошлых раундах. Ты должен убить. Но, к сожалению, Кибакин отдает этот раунд. Маус ТТ будут, конечно, бороться с Кипитриалом. Заходит на плент Маус. Попадает в голову Рокки. Дымится плент. Прожимает в короткую Маус ТТ. Бомба пикает. Надо садиться диффузить. А не дотягивается. И с короткой убирает. Эксем обоих. 15-14 ТБА. Имеют матч-пойнт. Снова минус 4 у Эксема. И снова Кибакин. Слабое звено команды ЮССР. 7 фрагов. 29 у Латра. 36 у Флейма. Не может Киба. Надо брать на овертаймы. И играть в овертаймы. Что будет очень тяжело. Потому что за атаку преимущество было заработано невероятным потом и кровью. Стреляет по улице Кипитриал. Забирает он Спитфайра. 4 в 3 остались. Боюсь, что на овере ЮССР подрасслабятся в самом начале. Хорошо. Они начинают за КТ в овертаймах. Если сейчас, конечно, еще выиграют. Эксем-то еще живой. Флейм убил Спиттона. Флеймов забирает руки. Давайте Автодиректу доверимся. Эксем начинает собирать свой кровавый урожай. Маус-ТТ Латра последний. Внизу сидит один. Другой в девятке. Эксем настрелял уже 33 очка. Но при этом основные эти фраги были сделаны в ситуациях 1-1, 1-2. Кипа не сделал минуса никакого на нижнем пленте, когда оставались 3 в 3. Руки вместе с Эксемом заходят вниз. Дымится плент. Должен сейчас уже торопиться Латра вниз. Точнее, Маус-ТТ. Латра лезет в длинную. А терпят? Терпят противники по-прежнему. Дают поставить в смок. Латра спалили, но он убил руки. И видит-видит Ластового. Эксем последний. О, Эксем! Поражение. 16-14. ДССР слетают с турнира. А так все было близко. Субтитры создавал DimaTorzok